Привет! Как дела? Сегодня я расскажу, как прошел мой первый учебный день на курсах английского языка в Лондоне. Итак, приехав в школу английского языка, которая находилась в Фуллуме, я предъявила на ресепшене бумажку, где была моя оплата, которая называется invoice. Затем у меня взяли паспорт и мою визу, отсканировали и дали мне некий такой тест, там буквально на двух страницах пройти за полчаса, где были различные вопросы, составить предложения или какие-то фразовые глаголы, о которых я тогда еще вообще практически ничего не знала, какие-то правила по артиклям, какие-то правила по временам и так далее. Я это все быстренько как бы порешала, настолько, насколько я знала, и меня определили в класс, где люди занимались на уровне pre-intermitted, то есть не дотягивающий до среднего уровня английского языка. Мне сказали имя учителя, мне сказали номер класса, и я пошла в свой класс на первый урок. Так как я задержалась на полчаса, пока проходила тест на ресепшене, я ворвалась в класс посредине урока и сказала учителю, что я новый студент. На что он спросил мое имя и сказал, хорошо, приятно познакомиться с тобой и присаживайся, пожалуйста. И дальше начал вести урок. Я оглядела класс, это были в основном интернациональные студенты из Южной Америки, из Китая, из Кореи. Не знаю, на тот момент я не могла определить, кто есть кто, но разнообразие наций было налицо. Достала спокойно тетрадку и стала слушать, что же говорит учитель. А учитель-то все объяснял на английском языке, там же нет никого русскоговорящих, и тебе приходится пытаться понять, что же он произносит. Когда мы проходили какое-то грамматическое правило, он написал на доске noun плюс verb. Я подняла руку и спросила, что это означает. Он как-то так даже немножко грубо мне показал и сказал, посмотри в словаре. Я стала листать словарь, нашла эти слова и оказалось, что это существительное и глагол. Никогда в жизни, будь то в школе, в училище или в университете, нам не рассказывали, как звучит и пишется часть речи, существительное, глагол, прилагательное, наречие и так далее на английском языке. Да, хор, нашла это и Sparky. Разглавное. If I want to make it passive, what do I do? If I want to make it passive, what do you change? Look at this order, what do I change? Object, plus, the subject. Всегда, насколько я помню, в школе на английском языке наша учительница писала на доске И тут я поняла, я попала по полной программе Придется учить язык досконально и постоянно что-либо переводить и зазубривать Ребята стали активно отвечать на вопросы учителя Я постепенно въехала в тему, о чем был разговор, по какой теме был урок И начала также активно за педагогом произносить слова, которые он заставлял нас произносить Чтобы выработать правильное произношение того или иного слова Нас объединяли в пары с нашими соседями, которые рядом со мной сидели То с одним, то с другим И мы должны были разговаривать на тему, как я поняла, тема урока была О человеке, то есть о какой-либо персоне, о его внутреннем и внешнем мире Матфилл Матфилл Матфилл, 75-летний лет Синглл Он был селсмен Селс Мэн 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 куда все ребята приехали в Англию. И вот в тот момент у нас было такое задание, что мы должны были описать кого-то из класса, и наш оппонент должен был угадать, кто же это такой. То есть вот такие вот уроки у нас периодически проходили. Каждый день я ездила в школу английского языка и училась там, каждый день была какая-то новая тема, и мы должны были что-то описывать, что-то рассказывать про себя, про свою семью, про свою страну. Часто, очень часто были вопросы именно про что-либо в твоей стране, будь то еда, культура, музыка, танцы и так далее. В общем, все, абсолютно все. Образование, города, праздники. Все ты должен был рассказывать буквально на ходу, придумывая о том, что происходит у нас в России в то или иное время года. В общем, с пылу, с жару или, можно так сказать, как щенка, воду, мне приходилось выплывать, потому что по-русски абсолютно никто не говорил в этой школе, и мне приходилось понимать английский и начинать его учить заново, и стараться понять, что же мне говорят, и стараться понять, как мне ответить. Как проходили наши уроки и какие интересные были темы, я освещу в других роликах. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok